В Сибирь ведет немало дорог по суше и в воздухе. Самой верной дорогой будет та, на которой мы встретим человека, преданного своей земле, своему делу. И тогда, вероятно, станет понятным всеобщее уважение, с которым произносятся слова «сибирский характер». Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку. Экипаж корабля и его командир Светлана Евгеньевна Александрова желают вам всего доброго на сибирской земле. КОНЕЦ Не каждый может столь уверенно и счастливо определить свое отношение к миру, к жизни. В чем основа такой счастливой уверенности? Только ли в особом складе характер, темперамент? Или «Я счастливый человек» — это повседневное нормальное состояние сибиряка? Маршрут первый — в Июньскую пургу, туда, где сбываются мечты геолога Чечеткина. Два хребта Станового Нагорья, Удакан и Кадар, каменной стеной отгородили от мира Чарскую долину. Авиация — единственная связь с Чарой. Хозяева здесь пока еще геологи. Как там у тебя дела со снегом? Со снегом в связи с этим пургой? Прием. Вот у машины, видите, Чечеткин Владимир Степанович, главный геолог Удаканской экспедиции. В горы в его хозяйство разведочную партию ведет 40-километровая дорога, которую Степанович одолеет часов за шесть. Понял, Степанович, понял, что вам помешал снег, целый день вчера двигались, двигались по снегу. Говорят, за иной снегопад здесь наметается только, что тракторы с трудом пробивают дорогу. А Степанович требует отправить Уралы. Но его можно понять, машины везут муку. Степанович, в отношении Урала сегодня один сюда в нашу сторону пойдет, или пока не рискуешь посылать через перевалы. Прием. Геологическая партия сегодня – это не палатки и котелки на кострах. Человек должен жить и работать так, чтобы даже здесь, высоко в горах, налаженным был его быт. Вот почему столько хлопот у Владимира Степановича Чечеткина. Все, что вы видите на экране, а также буровые в горах, оборудование подземных штолен, горючее для машин и дрова, да мало ли что еще нужно там, где живут и работают люди, так вот все это завозят сюда на грузовиках по Зимнику, по той самой дороге, которая привела сюда и нас. Сказать, что поселок этот временный, что в близком будущем здесь начнется мощное наступление от берегов Чары, значит, ничего не сказать. О будущем Удакана должен говорить человек, для которого слова и дела нераздельны, счастливый человек. Все эти горы, которые здесь вы видите, вот в этой краю, здесь, в этой стороне, это все уникальные кладовые недр. Ну, прежде всего, основа – это медь Удакана. Открытие Удакана – это, ну, в общем, большой, большая удача геолога. Елизавета Ивановна Бурова, ей просто посчастливилось пройти первый раз в этих местах, но не заметить эти зеленые медные горы нельзя было просто. Но найти это месторождение – это еще только самое начало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот перед вами старая чара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По территории нашего района Она проходит на протяженность Ее составляет 330 км Встают большие задачи Вопросы обеспечения Социально-культурного строительства Обеспечения всех необходимых условий Для именно связанных с подготовкой К решению этой важной государственной задачи Мы сейчас занимаемся строительством школы Мы закладываем больничный комплекс, что обеспечит более нормальную работу строителей Байкало-Амурской магистрали. Вместе с тем хотелось бы, чтобы эти вопросы, вопросы начала строительства Байкало-Амурской магистрали по территории нашего района решались лучше, что ли, Министерством транспортного строительства. В частности, на сегодняшний день одна из таких проблем, это генеральный проектировщик Институт Ленгипротранс на сегодняшний день не обеспечивает выдачу документов для обоснования временного поселка, устройства временного поселка строителей Байкало-Амурской магистрали. Хотелось, чтобы эти вопросы лучше решались. И надеемся, что в ближайшем будущем она станет индустриальным центром, крупным, имеющим большое значение. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Жизнь геолога Чечеткина посвящена Удакану, его предшественникам, ему самому и тем, кто с ним многое пришлось делать, для того, чтобы поверили в богатство этих гор и этой долины. Через несколько лет в этих штольнях будет иная техника, придут другие люди, начнется промышленная добыча медь, а пока здесь работают белые. Говорят, что только здесь, в Удакане, есть подземные буровые, потому что наверху в горах, на их крутых склонах, буровую не поставишь. Трудно, неохотно раскрывает свои богатства Удакан. 1 июня 1978 года до начала строительства горно-обогатительного комбината в районе поселка Западный оставалось по плану еще с десяток лет. Субтитры создавал DimaTorzok В первый день лета 1978 года вне плана был сооружен снеговик, скульптор, коренной житель этих мест Тимка Дорофеев. Хорошист и романтик. Допустим, в 36 лет какая может быть романтика, правильно? Ну, просто охота поработать, действительно, в такой стройке, ну, как-то внести свой вклад какой-то, что ли, как говорится, потом можно было что-вспомнить тоже по старости. Не считая тещей. Тещей еще. А зачем вот человеку такие трудности терпеть? Здесь все-таки тяжело ведь. И под землей работа тяжелая. Ну, мне кажется, каждому свое, правильно. Опустим, один боится трудностей, другой не боится трудностей. Ну, а все-таки зачем это нужно человеку? Ну, как зачем? Вот вам, зачем это нужно? Ну, мне лично это интересно, понимаете? Деньги мне не пришляет, а деньги такие же получал там за Каменский на руднике работал. Что-то, ну, здесь, как говорят, за большим рублем. Ну, какой-нибудь большой рубль. А здесь, собственно, как он рубль пришел, так он ушел здесь. Ну, просто нравится вот как-то и все. Здесь постоянно ветра. Вот бывает, как все равно в трубу тянет оттуда, то оттуда, то снизу. Постоянно здесь ветра. Ну, люди, люди везде живут. Человек захочешь, везде он будет жить, правильно? Тем более надо. У кого-то надо, допустим, вот разведку вести, правильно, чтобы в дальнейшем, допустим, вот хотя бы моим сыном в Лекции жилось, правильно? Все-таки богатейшее место рождения. Стремительно движение нашего времени. Проходчик Калмыков и геолог Чечеткин живут для будущего. Они у истоков биографии этого края. Бам где-то еще далеко, за хребтами Станового Нагоря. Чарский участок магистрали будут строить последний. Но геологическими экспедициями, изыскательскими бригадами, первым десантом бамстроевцев магистраль века уже разбудила этот край, сделав реальностью его будущее. Всю тяжесть перевозок, самых разнообразных грузов для Бама, придела на себя Транссибирская магистраль. Я работаю на этой магистрали уже 11 лет, в этом Чечетском локомотивном депо. Начинал помощником машиниста тепловоза, стал машинистом тепловоза. Ну а как пошли самые мощные в мире локомотивы, это электровозы, переквалифицировался на электровоз. И сейчас работаю машинистом электровоза. Работаю я в комсомольской молодежной колонне имени 50-летия ВЛКСМ. Ну колонна наша работает стабильно и очень хорошо. В прошлом году явилась победителем во всесоюзном социалистическом соревновании. Железная дорога сама по себе является важнейшей ветвью, связывающей Дальний Восток, наши новостройки БАМ, новостройки Назеи. И мы увидим те большие свершения, которые проходят у нас на Дальнем Востоке, потому что везем массу грузов для наших новостроек. Железная дорога является сложнейшим механизмом. И от работы всех подразделений зависит от обильности ее работы. Взять, допустим, какой-то вагонник, просмотрел, некачественно осмотрел поезд, где-то остановились мы на перегоне из-за горения букса или из-за какой-то другой неисправности. Так ведь в это время за нами, можно сказать, вереница поездов останавливается. А это все простой, каждая минута простой. А стоит столько вагонов, это влетает государству большую копейку. И мы же, со своей стороны, вот наша колонна, стараемся и повышать техническую скорость, проводить эстафетные поезда, экономить электроэнергию. Только за прошлый год прибыль от проведения эстафетных поездов, от экономии, составила около 600 тысяч. И мне кажется, что каждый человек на своем рабочем месте должен стараться работать так, работать с полной отдачей своих сил. КОНЕЦ По станции Первомайской, на станцию «Счастливое детство» отправляется поезд номер один. Ваш поезд обслуживает, машинист поезда, Терских Андрей, бригадир поезда «Челнокова Наталья». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Маршрут из года 1956 в год 1978 Ну куда они могли деться? Весь поселок обошла, ведь я так ни одной двойки не исправлю и на второй год останусь Время подобно стремительной ангаре Совсем скоро придет Катя Рыбникова в этот зал, где немногим более полутора десятков лет назад размещался знаменитый на всю страну братский клуб «Глубус» Тогда это был единственный в городе клуб Мама и папа этих ребят восторженно принимали здесь заезжих артистов, но верили, что в их городе будут свои профессиональные театры «Глубья, как есть ему этому лесу хозяин?» Ну-ка, ну-ка, показывай Ура! Ты чего кричишь? Да книжки мои нашлись Что? О-о-о! Это чьи книжки, ребята? И твои! А твои, Угрюмашка, а чьи же еще? А? Нет, мои! Слыхала? Мои! Угрюмашка, а чьи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Зарплата распределяется по КТУ. Два бригадира у нас. Один сменный, другой настоящий бригадир. Вот так мы сейчас работаем. Пусть приходит, да? Пусть он приходит, конечно, после армии к нам. Мы с удовольствием его примем, наш коллектив. Коллектив у нас хороший, дружный. А, гражданское. Пусть приходит, мы ему будем рады. Здесь, в подразделении танковой части, более сорока лет назад начинал свою воинскую службу товарищ Леонид Ильич. Пусть приходит. Пусть приходит, мы ему в год с выбором, на пароваткой завбудел мотор, покатил по полу бронетранспортер. Падают снаряды, зависал с собой. Ты не бойся, мама, я с тобой. Субтитры подогнал «Симон» Сибирь, она не просто сотня станций, Что в строчку тянутся на ней. Она отсюда и в пространстве, И в нашем времени в ней. На ней огнем горят отметки, Что поколения уму Светились первые пятилетки, Учились молоду уму, Все дни и дали в грудь вбирая, Страна родная, полон я Тем, что от края до края Ты вся моя, моя, моя. Мы прошли с вами по сибирским маршрутам. На больших магистралях И в стороне от проезжих дорог Встречали мы разных людей, Но каждый из них с гордостью Говорил о себе сибиряк. И в этом видели они Залог своего счастья, Потому что сегодняшние маршруты Сибири прокладывают люди счастливые. Сибирь, Сибирь, Богас, наверное, русский кран, Русский кран, земля, Потомка, плен, макар. Ты в летнем слое и снега, Светла и хороша, Дороже золота дорога, Твоих семен душа Сибирь, Сибирь, Богас, поверь, не русский кран, Русский кран, земля, Потомка, не в раках. А над и хлебом золотым, Железом и рудой, И твой город не победит, Не победит строительный, Твой сибирь, 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 Богас, поверь, не русский кран, Русский кран, Сибирь, Богас, поверь, не покорь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok